Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге Бытия. Сегодня мы с вами читаем двадцать седьмую главу. Когда Исаак состарился и притупило зрение глаз его, он призвал старшего сына своего Исаава и сказал ему «Сын мой». Тот сказал ему «Вот я». Исаак сказал «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудие твое, ковчан твой, лук твой, пойди в поле, налови мне дичи, приготовь мне кушанье, какое я люблю, принести мне есть, чтобы богословила тебя душа моя прежде, нежели я умру». Благословение в библейском контексте – это не просто какое-то доброе слово, это не просто «Спасибо сказать», это то, что обладает реальной и действительной силой, это то, что меняет жизнь человека. И поэтому очень важно это богословение приобрести. Слово вообще в Библии обладает огромной действенной силой. И слово «богословение» – это то, что очень важно. И поэтому так важно для Исаака преподать богословение своему сыну Исааку до того, как Исаак умрет. «Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исааку, и пошел Исаак в поле достать и принести дичи. А Ревекка сказала меньшему сыну своему Якову, «Вот я слышал, как отец говорил брату твоему Исааку, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье. Я поем и богословлю тебя перед лицом Господним, перед смертью моею. Теперь, сыну, и послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка молодых хороших. Я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какой он любит, а ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы богословить тебя перед смертью своей». И мы знаем уже из предыдущего повествования, что Ревекка, она предпочитает Иакова. У нее любимчик Иаков, а не Исаак. И она хочет, чтобы это богословение получил Иаков, а не Исаак. И она пускается на такую аферу, на такую авантюру, на такую хитрость. Она предлагает Иакову выдать себя за Исава, сжульничать таким образом. И Иаков, естественно, побаивается. Он говорит, «Иаков сказал Ревекке матери своей, Исаак, брат мой, человек косматый, а человек гладкий. Может, статься, ощупает меня, отец мой, я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не богословение». Проклятие, опять-таки, в библейском контексте, это не просто «отец мой меня обругает». Речь идет о том, что приносит совершенно реально ощутимые бедствия, если это проклятие произнесено. «Мать его сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Ревекка говорит, что она принимает это проклятие на себя. «Он пошел и взял и принес матери своей, и мать его сделала кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую одежду старшего сына своего Исаава, бывшего у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова. А руки его и гладкую шею обложила кожей у козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. «Он вошел к отцу своему и сказал, отец мой, тот сказал, вот я, кто ты, сын мой. Иаков сказал отцу своему, я Исаав, перенец твой, я сделаю, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы богословила меня душа твоя». И мы видим, как Иаков занимается обманом, он осуществляет план своей матери, он обманывает своего отца, выдает себя за Исаава. «И сказал Исаак сыну своему, что так скоро нашел ты, сын мой? Он сказал, потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал Исаак Иакову, подойди ко мне, я ощупаю тебя, сын мой. Ты ли сын мой, Исаав, или нет? Иаков подошел к Исааку, отцу своему, он ощупал его и сказал, «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исаавовы?» И не узнал его, потому что руки его были, как руки Исаава, брат его косматы, и богословил его. И сказал, «Ты ли сын мой, Исаав?» Он отвечал, «Я». Исаак сказал, «Подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы богословила тебя душа моя». Иаков подал ему, и он ел, и принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец его, сказал ему, «Подойди ко мне, поцелуй меня, сын мой». Он подошел и поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его, и богословил его, и сказал, «Вот запах от сына моего, как запах от поля полного, которое богословил Господь. Да даст тебе Господь Бог от росы небесной, от тука земли, и множества хлеба и вина. Да послужат тебе народы, и да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей, проклинающие тебя проклятые, богословляющие тебя богословлены». И вот отец произносит это богословение. И обманом это богословение уходит к Исааку. Но каким образом это происходит? Потому что Исаав незадолго до этого сам это богословение продал. И в результате этого богословение от него уходит, удаляется. Поэтому мы видим, как разворачиваются события, мы видим, как богословение, наследником богословения становится Иаков. В конечном итоге, потому что Исаав от него отказался. «Как скоро совершил Исаак богословение над Иаковом, сыном своим. Как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаав, брат его, пришел в словле своей, приготовил и он кушанье, принес отцу своему и сказал отцу своему, «Встань, отец мой, поешь дичи сына твоего, чтобы богословила тебя душа твоя». Исаак же, отец его, сказал ему, «Кто ты?» Он сказал, «Я сын твой, первенец твой, Исаав». И вострепетал Исаак весьма великим трепетом и сказал, «Кто же это, который достал мне дичи и принес мне? Я ел от всего, нежели ты пришел, и я богословил его. Он и будет богословен». Исаав, выслушав слова отца своего Исаака, поднял громкие, весьма горькие вопли и сказал отцу своему, «Отец мой, богослови и меня!» Но он сказал ему, «Брат твой пришел, и хитростью взял богословение твое». Исаав отказался от своего первородства, и теперь он сталкивается с последствиями. И он поднял громкий, весьма горький вопль. То есть он этим глубоко удручен, но уже поздно. Наступает момент, когда человек отказался от богословения, легкомысленно задарил кусупа, и потом, когда он обнаруживает последствия своего решения, он плачет, он горького пьет, но ничего не может сделать с этим. Это образ, который в Новом Завете упоминается в послании к евреям. Там говорится, что невозможно отменить последствия некоторых наших решений. Точно так же, как Исаав, который отказался от первородства, он не смог вернуть себе богословение отца. И сказал Исаав, не потанму ли дано ему имя Иаков, что он запнул меня уже два раза? Он взял первородство мое, и теперь взял богословение мое. И еще сказал Исаав отцу своему, неужели ты не оставил и мне богословение? Исаак отвечал Исааву, вот я поставил его господином над тобою, и всех братьев его отдал ему в рабы, одарил его хлебом и вином, что же я сделаю для тебя, сын мой? Но Исаав сказал отцу своему, неужели, отец мой, у тебя одно богословение, богослови и меня, отец мой. И, как Исаак молчал, возвысил Исаав голос свой и заплакал. Отвечал Исаав, Исаак отец его, и сказал ему, вот от тука земли будет обитание твое от росы небесной свыше, и ты будешь жить мечом твоим и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь его иго свои твои. И возненавидел Исаав Иакова за богословение, которым богословил его отец его. И сказал Исаав в сердце своем, приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего. И пересказаны были Ревеке слова Исаава, старшего сына ее. И она послала и призвала младшего сына своего Иакова и сказала ему, вот Исаав, брат твой, грозит убить тебя. И теперь, сын мой, послушайте слов моих, встань и беги в Месопотамию, к Лавану, брату моему, в Харран, и поживи у него несколько времени, пока утолится ярость брата твоего, пока утолится гнев брата твоего на тебя, и он позабудет, что ты сделал ему. Тогда я пошлю и возьму тебя оттуда. Для чего мне в один день лишиться обоих вас? И поскольку Исаав, который обманут, он разъярен, он в страшной ярости, он хочет убить своего брата, Ревека велит Иакову бежать. Мы видим, что Ревека такая вот достаточно властная женщина, она командует своим сыном, но в данном случае она ему спасает жизнь, она ему велит бежать. И сказала Ревека Исааку, я жизни не рада от дочерей хитейских. Если Иаков возьмет жену из дочерей хитейских, каковы эти из дочерей этой земли, то к чему бы мне и жизнь? И Ревека Исааку говорит, что она не хочет брать своему сыну Иакову дочь из дочерей хитейских. Почему? Она хочет, чтобы он его отправил из этой земли, он отправил его к Лавану, чтобы он там нашел жену. Но это такой хороший, красивый предлог для того, чтобы избежать смерти от руки оскорбленного брата Исава. Мы с вами прочитали 27-ю главу книги Бытия. Мы читаем писание в рамках библейского портала «Экзегет.ру». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова